Что ж, приготовьтесь, сегодня я расскажу вам всю правду о хрупкости самолётов. 28 апреля 1988 года самолёт Aloha Airlines вылетел из Хилла в Гонолулу. На высоте 70-300 метров секция крыши самолёта внезапно оторвалась. Произошёл взрыв, разгерметизация, одна из стюардесс погибла, её просто выбросила из самолёта. Ещё 8 человек получили серьёзные травмы. Однако судну удалось приземлиться. В чём была причина поломки? Считается, что виновата так называемая усталость металла. Но проблемы может вызвать не только долгая эксплуатация, а самый обычный град. Треснувшие ветровые стёкла, повреждения обтекателя, поломки внутри двигателя — и всё это из-за каких-то ледяных шариков. Так в 2017 году пилоту Airbus A320 пришлось сажать пассажирский самолёт вслепую. Гигантские градины повредили окна кабины и автопилот, и это только один из примеров. Всё это наводит меня на мысль. Множество людей ежедневно доверяют самолётам своей жизни и здоровья. Неужели при этом сами самолёты настолько хрупкие, и не виновата ли в этом попытка сделать их более лёгкими? Сами по себе самолёты, конечно, очень тяжёлые машины. Но по сравнению с другими транспортными средствами того же размера, они относительно лёгкие. Чем легче корпус, тем проще двигателю будет поднять. В воздух — это логично. Создание самолёта всегда поиск компромисса между малым весом и высокой прочностью. Не потому что конструкторы думают, как же самолёт переживёт падение. Воздушное судно должно быть достаточно прочным и жёстким, чтобы противостоять различным силам, действующим на него во время полёта. Раз за разом. О противостоянии с Земли речи не идёт. В конце концов самолёты создаются для полётов, а не для падений. Это может прозвучать жестоко, но если что-то идёт не так и самолёт начинает падать, то он разобьётся в любом случае. Что бы ни сделали конструкторы, этого не избежать, поэтому никто в общем не пытается укрепить самолёт на случай падений. К тому же, если сравнивать самолёты с теми же автомобилями, то существует огромный риск столкновения одного авто с другим с препятствиями возле дороги. Короче, тут защита просто необходима. Но вероятность того, что один самолёт столкнётся с другим, ничтожно мала. Главная опасность — именно падение. И это почти всегда смертельно. Поэтому гораздо больше смысла в профилактике. Лучше снизить вероятность падения, чем укреплять самолёт в надежде, что это сработает. Статистика говорит о том, что в период с 2012 по 2016 год вероятность погибнуть в авиакатастрофе коммерческого авиалайнера составляла 1 к 3 к 30 миллиарда. Специально проводить исследования и каким-то образом делать самолёт более прочным ради такого крохотного шанса просто невыгодно. Тем более сейчас люди больше озабочены тем, как сделать самолёты легче, аэродинамичнее и устойчивее к износу. Особенное внимание тут уделяют композитным материалам. Они могут снизить вес на 20%. Однако такие материалы делают самолёт более уязвимым в случае попадания молнии. Так что здесь есть над чем подумать. Но означает ли это, что более лёгкие самолёты станут ещё более хрупкими? Потому что я вспоминаю кадры с тем самолётом, который разбило простым градом, и мне как-то не по себе. Что ж, возможно. Пока делать выводы ещё рано, процессы по облегчению самолётов были запущены совсем недавно, исследования проводятся, учёные думают и всё такое. Возможно, ещё будет создан подходящий материал, чтобы он был и лёгким, и прочным. Может быть, это даже произойдёт в ближайшее время. Тем более человечество уже проделывало нечто подобное. Первые самолёты были тяжелее современных. Более 60 лет они изготавливались из алюминия, пока люди не разобрались с композитными материалами. Впервые они были представлены в конструкции военных самолётов в 1960-х годах. Но, как это обычно и бывает, из военной отрасли всё постепенно перешло в гражданскую авиацию. Процесс не быстрый, потому что нужно не просто взять и заменить весь алюминий в судне на композитный материал. Важно найти баланс, и авиаконструкторы всё ближе к своей цели. Например, в Боинге 777, который производится с 1993 года, композита было 12%. Зато в Боинге 787 Dreamliner, который летает с 2019 года, композита уже около 50%. В то же время в «Айрбасе» А3-150, представленном в 2015 году, уже 53% композитов. И это только начало. Не стоит думать, что человечество только сейчас сообразило, будто самолётам необходима лёгкость. Всё же помнят братьев Райт. После нескольких лет исследований и полётов на планере знаменитые изобретатели в конце концов спроектировали самолёт с двигателем внутреннего сгорания. Его мощность составляла целых 12 лошадиных сил. 1903 год. На секундочку. Это было начало мэра авиации, вот только самолёт братьев весил 274 кило при длине 643 метра. В общем, далеко он не полетел, упал через 12 секунд, потому что был слишком тяжёлый. Но стоит признать, что какими бы потрясающими не были композитные материалы, они имеют свои недостатки. Да, они лёгкие, но обнаружить повреждения в фюзеляже, изготовленном из таких материалов, гораздо сложнее, чем если бы он был сделан из металла. И это может быть критически важно. Помните самолёт, у которого оторвало крышу? Одна из пассажирок позже говорила, что заметила трещину в визу ляжа, когда поднималась на борт. Но никому об этом не сказала, могла ли трещина стать причиной авиакатастрофы. Вполне в случае с композитными материалами найти такое повреждение без специального оборудования может быть просто нереально, а значит, риск инцидента возрастёт. На самом деле, сегодняшние самолёты гораздо безопаснее своих предшественников. Вы только вдумайтесь. Первоначально самолёты вообще были сделаны из дерева и ткани. Логика понятна. Материалы лёгкие и доступные. Но чем выше люди пытались взлететь, тем более прочными должны были становиться их судна. Так они в общем и стали металлическими, чтобы взлететь выше, нужно было развить большую скорость, и деревянные конструкции просто могли рассыпаться. Но вообще, когда люди только-только начали всерьёз покорять небо, мало кто задумывался о такой вещи, как безопасность. Конечно, самолёты могли летать, но если что-то шло не так, мало что могло защитить пилота или пассажиров от неминуемой гибели. Со временем люди поняли, что сидения в самолётах должны выдерживать перегрузки и быть надёжно закреплены, чтобы не ломать пассажиров, у которых есть свой запас прочности. Разобрались и с другими важными вещами. Сегодня огнестойкие материалы в стенах, сидениях и коврах помогают замедлить возгорание, а когда пожары действительно возникают, новые материалы не выделяют ядовитых газов, которые присутствовали в сидениях самолётов несколько десятилетий назад. Гарантирует ли это, что современные самолёты делают более лёгкими, чтобы они каким-то волшебным образом заодно стали ещё и безопасными? Об этом в принципе думают, но явно не только об этом. Вообще создание более лёгких самолётов означает большую прибыль для авиакомпаний и более дешёвые авиабилеты. А когда встаёт вопрос выгоды, кто-нибудь особенно жадный обязательно увлекается. Как вам идея вертикальных сидений? Некоторые авиакомпании всерьёз пытались или до сих пор пытаются её протолкнуть. Обычно предполагается, что пассажиры должны сидеть на узкой полке, вся нагрузка приходится на ноги, а спина прижата к спинке сиденья, плюс, естественно, ремни безопасности и подлокотники. Удобно ли это? Совершенно точно нет. К тому же многие люди по комплекции и состоянию здоровья физически не смогут провести в таком состоянии весь полёт. Да, вертикальные сидения сделали бы самолёты более вместительными, при этом не утяжеляя их. Но я очень сильно сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь пойдёт на такое странное нововведение. И всё же давайте признаем очевидное. Несмотря на то, что самолёты стараются делать не очень дорогими, о безопасности пассажиров никто не забывает. Поэтому каждое судно проходит серьёзные испытания, прежде чем его выпускают в небо. Именно благодаря этим испытаниям мы, например, знаем, что крылья многих современных пассажирских самолётов смогут сгибаться почти на 90 градусов на испытательном стенде. 90 градусов — крылья самолёта. Более того, окончательное испытание включает в себя отламывание крыльев. Да, это затратно, но помогает определить предел их прочности и гарантирует, что он намного превышает прогнозируемый уровень нагрузки. Короче, всё, чтобы быть уверенными, что в полёте крылья точно не отломаются. Самолёты также проверяют в условиях сильной жары и мороза. Например, чтобы проверить способности Airbus A350X Vireby выдерживать низкие температуры, инженеры доставили его в Икалуид, столицу канадской арктической территории Нунавуд. Самолёт оставался там в течение недели. И тесты включали в себя эксплуатацию самолёта на земле и в воздухе при температурах до минус 28 градусов по Цельсию. Испытывали и снегом, и самолёт справился. Какие там ещё бывают опасности? Точно. Молнии. Такие стресс-тесты тоже существуют. Ведь в среднем в каждый коммерческий самолёт молния попадает примерно раз в год. У инженеров есть даже специальный генератор, который создаёт молнию в искусственных условиях, а затем ей бьют самолёт в нужном месте. А знаете, что самое интересное? Вот эти самые гнущиеся крылья, которые выглядят страшно, они являются преимуществом. Крылья изготовлены из тех самых композитных материалов, то есть из карбона. Карбон не только имеет более высокое отношение прочности к весу, чем традиционные авиационные металлы, он ещё и более гибкий, а изгиб крыльев улучшает аэродинамическую устойчивость, то есть самолёт становится более обтекаемым и испытывает меньше сопротивления во время движения. Это помогает обеспечить более плавный полёт для пассажиров и свести к минимуму турбулентность. Короче, плюсы должны превышать пугающее впечатление. В конце концов, инженеры знают, что делают. И всё это, конечно, очень интересно. Но неужели нельзя придумать что-то, чтобы люди не гибли при падении самолётов? Да, периодически появляются такие идеи, которые кажутся спасительными. Например, строить авиалайнеры со съёмными пассажирскими кабинами, которые могли бы отделяться от остальной части самолёта в случае чрезвычайной ситуации и безопасно приземляться. Круто ведь? Но это работает только в теории. Во-первых, эта конструкция была бы очень дорогой. А во-вторых, даже если бы такие штуковины построили, они бы спасли жизнь очень небольшого количества пассажиров. Почему? Всё дело в характере поломки. Предполагается, что съёмная пассажирская кабина пригодится, если откажет двигатель, но именно это происходит очень редко. За последние 10 лет подобные поломки стали причиной менее 3% всех несчастных случаев со смертельным исходом. Гораздо хуже всё во время взлёта и посадки. Согласно статистике Boeing, почти три четверти смертей в авиакатастрофах в период с 2005 по 2014 год произошли именно на этих этапах полёта. Поможет ли съёмная пассажирская кабина? Скорее всего, нет. Кроме того, когда самолёт взлетает или садится, он, вероятно, находится рядом с населённым пунктом. А теперь представьте, какие будут последствия, если кабина с пассажирами упадёт на какой-нибудь дом. В общем, идея съёмной кабины неплохая, но на практике просто не сработает. Но, естественно, самый частый и логичный вопрос — почему пассажирам просто не выдают парашюты. В конце концов, парашюты точно спасают жизни, это уже было доказано столько раз, что не должно было остаться никаких сомнений. Однако на коммерческих рейсах до сих пор не делают ничего подобного. Слишком дорого? Ну, не совсем. Эксперты утверждают, сам процесс надевания парашюта занимает несколько минут, поэтому пассажирам пришлось бы носить парашюты на протяжении всего полёта, иначе они просто не успеют подготовиться к прыжку. А если вы хотя бы раз видели, как выглядит парашют в сложенном состоянии, то понимаете, провести с такой штуковиной на спине несколько часов ужасно неудобно, а перелёты бывают чертовски долгими. Допустим, что комфортом пассажиров можно будет пренебречь, но сам прыжок требует от человека крепких нервов, определённых навыков и, конечно, силы. Нужно заставить себя выпрыгнуть из самолёта, несущегося с огромной скоростью в поток воздуха, принять позу, которая не позволит запутаться в раскрывающемся парашюте, держаться подальше от других пассажиров, вовремя раскрыть купол, ни в кого не врезаться по пути, а потом ещё и благополучно приземлиться. Эксперты даже приводят статистику, согласно которой среднестатистический мужчина, женщина или ребёнок в Боинге будут иметь больше шансов выжить при падении самолёта, чем если воспользуются парашютом. Понятно, что это только теоретические данные, но других у нас всё равно нет. До скорого.